Здесь крестят и венчают католиков всего 33 региона. Приход Святого Розария при Святой Деве Марии – единственная католическая церковь в области. Настоятель Сергей Зуев признается – больше и не нужно. Община небольшая, по праздникам в храме собирается 150 человек, но на самом деле связанных с этой верой людей в области намного больше. Этнических католиков больше двух тысяч, потому что очень многие приходят. Мы православные, но вот моя дедушка, моя бабушка, мой папа, мама, они были католиками, заказывают службу поминальную, реквием, чтобы мы молились. Очень много. Мы предполагаем, что более двух тысяч. Этот приход в самом центре города выстроили еще в конце 19 века. Тогда католиков во Владимирской губернии было много даже во власти. Ситуация изменилась с приходом большевиков. В 30-х годах храм закрыли, настоятеля расстреляли, а имущество разворовали. Вырвали даже трубы из органа. Новую жизнь в храм вдохнули лишь в перестройку. Сначала обустроили здесь концертно-выставочный зал, а позже полностью передали храм католикам. Я без этой церкви уже не могу жить, где бы ни была моя душа здесь, с Богом. Я уже знаю, что дверь, когда открываю, захожу, он меня принимает. Это мое внутреннее ощущение, что он меня принимает. Наше общение – это, как называется, семья. Когда у кого горе, мы звоним друг другу, что у кого-то горе. Мы помогаем молитвой, финансами, если мы можем. Этот приход – не только религиозная площадка, но и культурная. В храме устраивают концерты духовной музыки. Артисты из Москвы сегодня будут играть на кларнете, скрипке и, конечно, органе. Владимирские католики вообще поддерживают хорошие отношения с разными конфессиями. Власть такую дружбу приветствует. Например, прошлый год у нас в регионе был первый фестиваль духовных песнопений. И, например, вот эта церковь католическая была площадкой и для песнопения армянской апостольской церкви. Здесь проводят свои встречи лютеранская церковь, потому что у нас нет кирхи, у нас нет лютеранской церкви в городе. Поэтому вот эту площадку он предоставляет. Поэтому он тоже является таким объединяющим началом. В скором времени с помощью католической общины в область начнут привлекать туристов. Уже в следующем году на территории прихода откроется культурный центр для паломников. Католиков очень интересуют православные святыни. Днем они на них будут любоваться, а здесь могут остановиться на ночлег. У нас вот в такой сезон летний, особенно после чемпионата мира по футболу, огромное количество поехало туристов, группы Италия, Германия, Швеции, из Словакии, из Польши. Приезжают целыми группами автобусами сюда, чтобы посмотреть наши святыни. Ну и конечно, как и люди верующие, они хотят молиться. И этот храм, конечно, это большой подарок для них. И они здесь проводят свои богослужения, какие-то встречи, рассказы. В нашей области 405 религиозных организаций. Большинство, конечно, православные. Но есть и буддисты, и мусульмане, и протестанты, и кришнаиты. Главная задача – найти общий язык. Сегодня и завтра во Владимире пройдет межрегиональная научная конференция, где представители разных конфессий будут искать точки соприкосновения.